1 февраля в 8 часов утра в Венсполсе начинается регистрация детей в первые классы на 2017-2018 учебный год. Законный представитель ребенка может заполнить и подать заявление лично в выбранной им школе, взяв с собой удостоверение личности, свидетельство о рождении ребенка или его удостоверение личности. Зарегистрировать ребенка в первый класс можно и путем электронного заявления, подписав его надежной электронной подписью и отослав на официальный адрес почты школы. Заместитель руководителя управления образования Ингуна Рудевитса подчеркивает то, что заявления будут приниматься начиная с 8 часов утра, а заявления, присланные раньше, рассматриваться не будут. Родителям также важно понять порядок, в котором будет проходить электронная регистрация. Если 1 февраля в 8 часов утра будет ситуация, что очередь образуется как электронная, так и в школе, то тогда заявления будут приниматься поочередно. Сначала будет зарегистрировано заявление, поданное лично. Потом мы регистрируем заявление из электронной очереди. Потом опять поданное лично и опять электронное. Родителям первоклассников нельзя забывать и об изменениях, которые были внесены в обязательные правила о порядке регистрации заявлений на запись ребенка в первый класс в декабре прошлого года. Чтобы устранить недостатки, в декабре 2016 года были приняты поправки к правилам, которые мы заметили в предыдущем году. Одна из поправок – приоритет братья и сестры. Мы уточнили, что в основной школе этот приоритет у братьев и сестер с 1 по 8 классы, в центральной и начальной школе с 1 по 5 классы, а в средней школе с 1 по 11 классы. Конечно, приоритетом является и то, что родители ребенок должны быть задекларированы в Венсполсе до 31 декабря прошлого года. Очень важно и то, что закон о декларировании места жительства говорит о том, что ребенка можно задекларировать одного. Не обязательно вместе с родителями. В прошлом году у нас было таких два случая. Ребенок был зарегистрирован в Венсполсе, а родители в других самоуправлениях. Этот пункт у нас не был оговорен в правилах, поэтому в этом году мы включили и его. Помимо этих поправок, важным является то, что теперь родители, которые подают заявление о регистрации, соглашаются и на обработку персональных данных. Управление образования будет проверять декларацию представителя ребенка. Родители беспокоят и вопрос очередей. В прошлые годы родители приходили к выбранному учреждению образования даже ночью. Однако Ингуна Рудевица утверждает, что мест в школах хватит всем первоклассникам. Я понимаю, что даже с введением новых правил мы не решим проблему очередей, которая образовалась примерно три года назад. В Венсполсе есть две школы, где образуются самые большие очереди. Четвертая средняя школа и начальная центральная. Я призываю родителей не сидеть в очереди в 2-3 часа ночи, а приходить к утру. Мы не можем принять больше учеников, их число ограничено. По прогнозам, у нас больше свободных мест, чем запланировано учеников. Так что всем первоклассникам хватит места. В связи с переездом Венсполской центральной начальной школы в помещения вечерней средней школы возникает вопрос о том, не будет ли увеличено количество мест для первоклассников. Площадь классов начальной и центральной школы будет одинакова. Следовательно, больше детей в классы мы не сможем поместить. Максимум 26 детей. Нельзя увеличить и комплект классов. Нельзя создать три первых класса. Нельзя забывать и о том, что у порядка приоритетов есть свой срок. Надо напомнить, что эти приоритеты действуют с 1 февраля три календарные недели до 22 февраля. Все заявления, принятые после 22 числа, не будут рассматриваться в порядке приоритетов. А просто будем смотреть. Если есть свободное место, то мы включаем этого ребенка в список. В случае возникновения дополнительных вопросов с руководством Венсполских общеобразовательных школ можно связаться по телефону. Все номера телефонов доступны на домашней странице управления образованием. vip.venspos.lv Татьяна Шаховская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение.